Привет, камера. Артём, тебя сняли. Привет, оператор. Первая неделя после объявления десятки финалистов оказалась для конкурсантов весьма насыщенной. Простите за наши круги под глазами, но это всё работа. Алексей Гросс принимал поздравления. Ты хорошо пил, честно. Александр Иванов прошёлся по красной дорожке на музыкальной премии в Москве. Встречайте, дамы, Александр Иванов. Ольга Шиманская отправилась к стилисту. Она меня обстрекает. А Валерия Садовская надела боксёрские перчатки и вышла на тропу войны. Берегитесь конкуренты. И всё это не помешало конкурсантам рассчитаться по порядку до десяти. На этой неделе прошла официальная жеребьёвка белорусского финала. Круто. В общем, круто. Здравствуйте. День жеребьёвки. Дай бог. Артисты – люди суеверные и мнительные. Видите, 82. 8 плюс 2 – 10. Значит, должен был 10 номер. В каждой цифре они пытаются разглядеть знак судьбы. Да, я уже колдую. И намёк на победу. Группа «Нови» на жеребьёвку пришла раньше всех. Мы пришли сегодня первые, приехали сюда. Поэтому, наверное, мы можем быть первыми. Ну, если верить знакам и символам. Не хочу быть первыми. Открывать конкурс не хочется никому. Страшно, да и есть опасность, что к финалу шоу все забудут, кто же там пел под первым номером. Только не один. В том году я была первым номером. Саша Захарик с уверенностью заявила, она будет пятой. Этот номер ей предсказал первой встречной. Только что спросила у молодого человека первого встречного, какой же номер я достану. Привет! Можно тебя попросить назвать любой число от одного до десяти? Ну, пять. Пять. Спасибо большое. Он сказал пять. Посмотрим. Миша и Егор из группы «ДМ» едва не поссорились. Никак не могли решить, какими же по счету им петь. Мое самое удачное число, это, наверное, цифра четыре. Это день моего рождения. Егор, какой ты номер хочешь? Это просто, чтобы четвертый не вытянуть, потому что у меня четвертый самый несчастливый номер. Но настоящая война между конкурсантами развернулась за номер девять. Выходить на сцену перед последними хотел едва ли не каждый артист. Я постоянно думаю, что я вытяну номер девять. Всем девять? Девять. Ну, прикольно, если мы вытянем сейчас девятый. Да, и мы такие, yes! Номер семь. Номер семь. Все мечтали, да, об этом номере? Девять. Четыре. И вот на столе остались всего два номера. Конкурсанты быстро высчитывают. Это десять и пять. Закрывать шоу очень выгодно. Зрители уж точно не забудут последнего артиста. Ольга Шиманская отыгралась таки за первый номер в прошлогоднем финале. Что-то меня как-то кидает. То в начало, то в конец. В этом году так. Ну, все равно единичка присутствует. Может быть, это мое число. А вот группе «ДМ» пришлось довольствоваться остатками. И они казались не сладкими. Миша и Егор боятся, что теперь за невыигрышный номер они получат нагоняй от продюсера Макса Олейникова. Макс, я передаю это тебе, что вот было два человека. Наполе и мы. Осталось две цифры. Пять и десять. Это они выдрали у нас в этой группе. После жеребьевки конкурсанты снова принялись искать предсказания и подсказки судьбы. Это лучший номер, который может быть. Номер один. Бог любит троицу. Хороший номер. Девятку мне часто в школе вставили. Два человека делают любовь. Мужчина, женщина. Бесконечно. Надеюсь, что это не говорит о том, что я буду бесконечное количество раз отбираться на евро. Я надеюсь, что это мой крайний отбор и победительный. Наши финалисты настолько заняты, что им порой даже некогда приехать на жеребьевку. Вот и Александр Иванов не смог прилететь в Минск, чтобы вытянуть свой счастливый номер. Вместо конкурсанта это сделала его команда менеджеров. Номер семь. Номер семь. Финалист проекта «Главная сцена» Александр Иванов сейчас живет в Москве. После того, как продюсер Виктор Друбыш занялся с Сашиной раскруткой, жизнь гомельского певца и в самом деле крутанулась на 360 градусов. График Иванова расписан на несколько месяцев вперед. И приезжать в Минск на съемки у него просто нет времени. Поэтому каждую неделю Саша будет присылать нам свои видеописьма. Всем привет, с вами Александр Иванов. И сегодня мы выбираем образ для первой национальной музыкальной премии. И нам в этом помогает известный стилик Мазгор. Саня. Встречайте, дамы господи, Александр Иванов, участник проекта «Главная сцена». Всем привет. За Алексеем Гроссом тоже не угнаться. С наступлением новогодней поры певец уже давно не принадлежит себе, только зрителям. Привет, Ваня Буслай. Привет, как дела? Хорошо, замечательно. Видел мое выступление на Евровидении? Очень. Замечательно, молодец. За кого ты будешь голосовать в финале? За тебя, конечно. Ура. За кулисами только и разговоры, что о прошедшем отборе на Евровидении. Все поздравляют Гросса, желают удачи и обещают голосовать за него в финале. Вот они, реалии белорусского шоу-бизнеса. Все друг друга любят и никто никому не завидует. Ты хорошо пил, честно. Да? Ну, тоже не с воспалением, но... Высокий взял все. Высокий взял. Высокий Гросс взял все. Ради финала Гросс не стал отменять выступление, ведь зрители-то ждут, жалуются, что времени на подготовку совсем нет. Поэтому конкурсную песню репетируют в коридоре возле гримерки. Этот финал для Алексея Гросса будет уже третьим по счету. О том, каким будет финальный номер, Гросс не рассказывает. Признался только, что сейчас в поиске сценического костюма, поэтому на всякий случай приглядывается к нарядам старших коллег. У вас очень крутой костюм. Очень просто. Просто невероятно. Я видел, что он меня украл. Да, да. Шутки шутками, а уже пришло время выходить на сцену, после того, как Гросс попал в финал, на концертах его объявляют так же уважительно, как народных артистов. Сейчас знакомится в таком, ну, жесточайшем, можно сказать, крайне трудном рабочем графике. Тем не менее, он нашел время, среди своих бдитей, подготовки к Евровидению. Алексей Гросс! Алексей Гросс! Уэй! Уэй! Театр начинается с вешалки, а подготовка к Евровидению с прически. Солистка группы «Наполе» Ольга Шаманская первым делом отправилась к личному стилисту. Та-дам! Привет! Это человек, который создал те самые платья, в которых мы выступали с песней «Стой возьми». В этом году Ольга Шаманская выйдет на сцену одна, без остальных участников группы. Поэтому все зрительское внимание будет приковано только к ней. Это должно быть в светлых тонах. Вопрос только в том, пышное платье или облегающее. Два года назад интригу снарядами группа «Наполе» сохраняла до самого выхода на сцену. Даже на генеральную репетицию Ольга и Илона наотрез отказались надеть платье. Я думаю, что мы, как и в прошлый раз, с тобой заинтригуем зрителей. Этот финал для Ольги Шаманской будет третьим. Отступать некуда. Артистка не скрывает, ради Евровидения она согласна на любую прическу. Она меня упрекает. Я думаю, что это самое маленькое, что мы можем сделать, но придется тебе расстаться как минимум с такой длиной. Всем привет! Сегодня мы пришли с вами тренироваться. Крупкая и улыбчивая Валерия Садовская решила сменить тактику. Финалистка уверена, конкуренты не берут ее в расчет и воспринимают несерьезно. Честно вам скажу, я так по первому разу просто припугать конкурентов. Не знаю, кого я сейчас ударю, грушу или груша меня. Хук слева, хук справа. С каждой минуты Ольги Шаманской, подготовка в этом году. Вместе с украинской командой буду готовиться. Белорусскому отбору финалистку украинского проекта «Голос» будет готовить киевский продюсер, имя которого Лера пока раскрывать не хочет. Эти люди работали на украинском Евровидении, и поэтому у них опыт тоже есть. Садовская улыбается и уверенно бьет по лапам. Такого в нашем финале уж точно еще никогда не было. Сразу несколько сильных продюсерских команд из разных стран сразятся на музыкальном ринге белорусского евро. Девчонки, потанцуем! Это национальный отбор на детское Евровидение. Вот Кириллу Ермакову 11 лет. Мы эту песню вместе. Тут 12. Пойте вместе со мной эту песню, и все хиты мира будем петь вместе. А здесь 13. Попасть на Евровидение он мечтал с детства. Никаких успехов не поехал я. Сейчас Кириллу 19 лет, и он снова в финале. Теперь уже взрослого Евро. Как раз после Евровидения, благодаря ему отчасти, я начал заниматься саунд-продюсированием, аранжировками. Давайте запускаем минусовку. А с подвесным солнышком долинеет туман. Чуть первая «Ой, поувереннее» может дольше его потянуть. Ой, тарара! Аранжировка, кстати, моя. К финалу артист готовится сам, без помощи продюсера. Чего ж я работаю? Стараюсь заработать на Евровидение деньги. Пока все конкурсанты держат свои номера в секрете и не пускают на репетиции журналистов, Ермакову скрывать нечего. У него, как у отличника к финальному экзамену, уже все готово. В графике будет это огромное, большущее солнце, которое будет светить. И мы, собственно говоря, на этой сцене будем к нему бежать. Пока давал интервью, на почту пришел эскиз от дизайнера. Николай Шитько. Какое-то длинное, может, немножко укоротим все-таки. Ну, посмотрим. Это такие пока рабочие очень материалы. В закулисье белорусского шоу-бизнеса Кирилла Ермакова часто сравнивают с красавчиком Тео. Мол, есть биография этих двух артистов, много похожего. Меня называют его младшим братом, на самом деле. Многие. Почему, не знаю. Вообще на него не похожи. Два, три, оу! Святе, святе, Соника, как нам было тепленько. Два года назад Кирилл Ермаков пел на бок вокале у Тео. И был одним из тех, кто помог мистеру Чизкейку выиграть национальный отбор. И кто знает, может быть, в нынешнем финале Тео Джуниор снова не подведет своего старшего брата. Это первый раз. А так круто получается. Попасть в десятку они, конечно же, хотели, но до последнего не верили, что все так удачно сложится. Включили телевизор и все. И увидели новей. Жюри огласило список финалистов национального отбора. И потом понеслась. Ну мы опрадовались очень. Звонки, смс, сообщения. Ну мы подумали, что это все честно. Артем и Ксюша не считают себя балованием судьбы. Хотя им действительно очень везет на хороших людей и сказочные истории. Такие, как знакомство с Дианой Арбениной. Знаете, мы сегодня решили разделить эту сцену с молодыми ребятами, когда-то давайте выходить уже. Она вышла, объявила нас. Конечно, это нас очень вдохновило. Она сказала, ребята, вы все круто, делайте дальше, все получится. Привет! Группа «Нови» существует почти три года. За это время с сольными концертами музыканты объехали всю страну. И вроде они уже и не новички в этом большом шоу-бизнесе. Но все равно немного тушуются перед телекамерой. Артем! Тебя сняли! Мы не сильно расстроимся, если мы не пройдем дальше. После того, как «Нови» попали в финальную десятку, всего за неделю на их страничку в интернете подписалось две сотни человек. Очень много сообщений. За последнюю неделю мы... Каждый день получаем сообщения? Да, очень много. Репетиции, концерты, поклонники – это одна сторона жизни группы «Нови». А вот другая. Мы находимся в доме радио. Буквально через минуту у меня начнется эфир. Заглянем, что происходит там. Ребята, вот это, в общем-то, студия, где мы работаем. Вчера витаем усил. Артем Лукьяненко закончил институт журналистики. По распределению попал на радио. Сябры, протягиваем программу «Свято-кожный день». Песни группы «Нови» он, конечно, может крутить по радио чаще. Но служебным положением не пользуется. Даже наоборот. Я стараюсь просить музыкального редактора, чтобы в мою смену наши песни не звучали. Но это как-то не совсем честно для слушателя. Чтобы они подумали, я пришел, свою песню здесь ставлю. Поэтому все по чесноку. Пока по радио звучат чужие песни, здесь же, в студии, Артем сочиняет свою музыку. Я прихожу с гитарой сюда, вечерком я и наигрываю. Поэтому здесь написано, не знаю, достаточно песен группы «Нови». Рядом на диванчике частенько сидит Ксюша. К ней тут уже давно все привыкли. Некоторые думают, что она здесь работает. Мне всегда хочется нажать кнопку. И Ози Осборн такой. Все. И Ози Осборн забирала. Все, все сложилось. Все, я поехала. Вот так. Ксюша сейчас поедет выбирать платье. Она очень переживает за свой образ. А я нет, у меня рубашка будет, жилетка, и гитара, и моя прическа. Кто помешал Ксюше из «Нови» купить платье? Для чего Лера Садовская снова отправилась в музыкальную школу? И зачем группа «Радио Волна» сняла в своем клипе самых красивых белорусских блогеров? Об этом ровно через неделю. Не пропустите.